Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Сегодня предлагаю обратиться к основам социальной концепции Русской Православной Церкви и поговорить об отношении церкви и нации, церкви и государства и об участии церкви в политике. Все вопросы, которые прозвучат, они, конечно, часто задаются нашими зрителями. Первый вопрос. Церковь имеет наднациональный характер или представляет собой верующих лишь определенного этноса в границах конкретной поместной церкви? Нет, конечно, такого не было, нет и быть не может. Потому что, скажем, Русская Православная Церковь, Чуваши у нас православные, Мордва православные, татары православные, кто угодно, люди любой национальности могут быть православными христианами и могут быть членами той церкви, которая существует на территории, где они живут. Вот поэтому, конечно же, церковь наднациональна. Ну и вообще говоря о национальности и своей церкви, надо сразу помнить слова апостола «Во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, ни мужского пола, ни женского, но вся и во всем Христос». То есть, церковь с самого начала своего существования не признавала вот этого вот такой вот обособленности национальной. То есть, христианин не может выражать свою национальную принадлежность? Почему? Нет, это разные вещи. Почему не может? Может. Я бы даже сказал, должен, но это одно другому совершенно не мешает. Быть христианином и быть, скажем, русским человеком. Или там чувашом, или мордвином. Ради Бога. Это нормально и это правильно. Как должен проявляться патриотизм православного христианина? Ну, человек, который не умеет любить свою родину, он много чего не сможет любить, начиная от своих близких и заканчивая церковью. Патриотизм должен проявляться в разумных таких формах. Это любовь к родине, это готовность ее защищать, это готовность служить. Ну, и вообще, если очень так общо сказать, это готовность всегда и во всем жить по совести. Вот это, как ни странно, мне кажется, это одно из главных признаков патриотизма. Один из главных признаков. Вот сегодня часто говорят о том, что церковь вмешивается в дела государства. Что церковь и государство срослись. Ну, так ли это на самом деле? Да нет, конечно. Дело в том, что у нас есть такой термин, он есть во всем мире. Как отделение церкви от государства или секуляризация и прочее, прочее, прочее. Но так сложилось исторически, что в нашей стране эти термины, они хотя и существуют, но у них совсем другое содержание. Ленинское, я бы сказал так. Что значит отделение церкви от государства, ну, скажем, еще до недавнего времени. Сейчас, конечно, все мешается, сейчас вообще ничего не понятно, что будет дальше. Но до недавнего времени в любом так европейском государстве, что такое отделение церкви от государства? Значит, что церковное имущество, оно является имуществом церкви. Государственное имущество является имуществом государства. Церковь не вмешивается в управление государством. Государство не вмешивается в кадровую политику управления церковью. Что я имею в виду? Вот, скажем, в Дании, в каких-то еще некоторых странах монархия, в Англии монархия, там в Англии, скажем, монарх, он глава церкви. И до сегодняшнего дня он глава церкви, он подписывает все решения, документы и прочее. В Греции, допустим, там православная церковь, нам будет проще, наверное, разобрать. Скажем, есть норма закона, что президент, премьер-министр должны быть православными христианами. Правительство приносит присягу в парламент, вот вы можете видеть, даже на фотографии когда-нибудь парламент, архиепископ в облачении, Библия, и вот кладет руку президент или премьер-министр, и его приводит к присяге архиепископ. Духовенство все получает зарплаты от государства. Архиерия не может только положить просто так священника, ему нужно, допустим, 10 священников, а государство ему дает, я могу, оно может ему дать только одно или две ставки. Вот остальные храмы будут без священников, у нас тоже они без священников, но потому что у нас просто вот свои условия, да. А там и кандидаты есть, и все есть. А государство не разрешает, потому что у них сейчас это сам кризис, у них там все плохо с деньгами, и у них это невозможно. Государство не может, точнее церковь, не может выбрать архиерея без участия государства. Синод выбирает несколько кандидатов и предоставляет их на утверждение в парламент или премьер-министр, я не знаю кому. Только после утверждения они уже выбирают из этих трех кандидатов кого-то. А если кого-то вычеркнули в государственной власти, значит он выбывает из этого списка. Вот такое вот. Это вот, да, это церковь, не отделенная от государства. Ну и, естественно, школы, преподавание закона Божьего, преподавание, да, все это за счет государства, за государственные деньги, педагоги, учебники и прочее, прочее, прочее. Вот что такое, почему даже, почему в Греции достаточно большое количество людей церковных, и в том числе архиереев, очень не против отделиться от государства. Потому что это, с одной стороны, конечно, удобно, но, с другой стороны, все время, так сказать, на поводке находишься каком-то, да. Поэтому отделение от государства, это будет означать, что церковь станет свободна в своих решениях, она не будет зависеть от государства, она будет в более свободном, чем сегодня состоянии. Вот. Но у нас в Советском Союзе, помните, что это такое, да, что такое отделение церковь и секуляризация, это ее уничтожение. Это ее уничтожение, это безбожные пятилетки, это закрытие храмов, это аресты священников, запрет на обучение детей, даже вот дома просто за это просто хватали, сажали и лагеря отправляли. В нашей Конституции даже было, что у нас равноправие, и верующие, и неверующие, у них одинаковые права. Верующие могут участвовать в богослужении, а неверующие могут пропагандировать, так сказать, атеизм. Да, то есть нам пропагандировать нельзя было. Нам нужно было просто прийти в церковь, если она есть в этой местности, и побыть на службе. А атеизм – это союз военствующих безбожников, миллионные тиражи всякой макулатуры атеистической. Это, кстати, Сталин так ее назвал, когда обустраивал свою дачу в Хунцево и говорил о том, какие книги нужны в библиотеке, сказал, только без этой атеистической макулатуры. Вот, да. Так что они сами знали цену вот этому всему. И вот поэтому у нас сегодня такое вот несоответствие, скажем, нашего понимания, точнее, того, что у нас сохраняется до сих пор порой в обществе, отделение церкви от государства, с тем, как это на самом деле происходит во всем мире. – Возможно ли участие священнослужителей в деятельности политических организаций и в предвыборных процессах? – Нет, невозможно. Дело в том, что эта история достаточно долгая и по-разному бывала в разных странах, в разные времена. В России до революции была Государственная Дума, в которой были и священники, и архиереи. Вот. Более того, после, так сказать, в разгар перестройки, и у нас в Советском Союзе, тогда еще на последнем его издыхании, на съезд народных депутатов выбирались священнослужители, даже митрополиты. Вот при патриархе Алексея, тогда еще митрополит, был тоже. Ну, в общем-то, опыт такой очень сложный и не очень положительный опыт пребывания вот в этих структурах, он привел к тому, что церковь потом приняла на своих соборах решение о том, что священнослужителям нельзя быть членами партии тех или иных, и быть выбранными в те или иные органы власти. Поэтому вот сейчас у нас такое не практикуется. Есть одно исключение. Одно исключение. Можно быть, если к власти рвутся люди, которые ставят свои задачи уничтожения церкви. Да, вот если, допустим, партия, она сказала, вот мы безбожники, 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 да, и мы хотим, вот сейчас мы придем к власти, мы тут все закроем, разрушим, взорвем и прочее, да. Ну, и вдруг они получили какое-то количество голосов. Вот здесь, ну, здесь вот в таких случаях можно выдвигаться, но при этом надо получить благословение священного синода и патриарха на такое избрание. Ну, пока это чисто теоретическая возможность, пока до этого, слава Богу, дело не доходило. – Имеют ли право священнослужители и нереально участвовать в народных волеизъявлениях путем голосования? – Да, конечно, мы голосуем. Мы голосуем на выборах, мы голосуем на других каких-то референдумах и прочих вещах. Да, это, да, это можно. – Могут ли христиане участвовать в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти политических организаций? – Христиане могут везде участвовать. Духовенство в этом не участвует, да. Более того, именно после того, как было принято решение о том, что духовенство не должно принимать личное участие во всем этом, много раз писалось, говорилось, чем больше верующих, церковных людей, христиан будут в политике, в управлении, в законодательной власти, в исполнительности, тем лучше церковь, наоборот, стремиться. Мы поддерживаем и поощряем участие в таких органах власти верующих православных людей. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова